здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно я снял видео как работают банки и там где в общих чертах я рассказал о том как работают банки это видео вызвало большой интерес потом я снял видео о том как работают брокеры дело в том что люди часто не видят разницы между банками брокером они думают что акции можно купить в банке на самом деле это не совсем так вот брокер работает совсем по другому принципу но при банках есть брокеры и поэтому люди просто путают вот но если вы начнете как только вы начнете интересоваться рынком ценных бумаг и инвестициями вы тут же наткнетесь на огромное количество предложений и почти наверняка это будут не брокеры а дилеры и между ними есть огромная разница и сейчас я хочу рассказать о разнице брокера между брокером и дилером и все вот эти сказки которые ходят ну вам будут говорить родственники и знакомые куда ты в лес ты что там же все разоряются все теряют вот они связаны вот с этими нюансами работы дилеров прежде всего потому что потому что вот так поэтому смотрите внимательно чтобы отличать брокера от дилера в мире существуют биржи на которых можно купить и продать ценные бумаги и другие активы там фьючерсы опционы и так далее и все знают что там можно заработать и самые богатые люди именно там держат свои активы как осуществляется доступ на биржу через посредника то есть через брокера и брокер когда заключает договор с биржей на брокерское обслуживание клиентов то брокер получает доступ то есть там биржа предоставляет брокеру канал по которому брокер получает ну данные от биржи сейчас я переключусь на экран и нарисую и так биржа брокер и существует канал связи между биржей и брокером по этому каналу брокер получать информацию от биржи это назовем ее и и 0 и дальше существует клиент то есть мы с вами и брокер нам как клиенту поставляет информацию которую он получает от биржи и эту информацию назовем и 1 и 1 информация и 1 вот и смотрите что получается что ну по идее информация которую биржа дает брокеру она должна быть такой же как и та информация которая подается клиенту но бирже очень чистая сильно заформализованы там чтобы попасть на биржу чтобы подключиться там нужно выполнить целый ряд условий там достаточно все бюрократии много достаточно вот это связано с лицензированием сейчас вы это увидите в дальнейшем и и некоторые банки крупнейшие банки решили что можно сделать еще одну площадку для торговли и это будет не биржевая площадка а своя собственная и это крупнейшие банки там goldman sachs berklys вот но такие вот крупнейшие банки и они создали так называемые уже не биржевые как бы торги а дилинговые центры дилинговый центр и дилинговый центр это не биржа с одной стороны это как бы учредитель дилингового центра банк и он предназначен был прежде всего для того чтобы банки между собой мировые банки ну могли покупать и продавать валюту то есть изначально это было так и банки покупали и продавали валюту и там все налажено все очень четко через дилинговые центры но дилинговые центры зарегистрированы как правило в офшорных зонах скажу больше там ну скорее всего на каймановых островах это дело происходит юрисдикция американская возможно есть на острове мэн где-то под английской юрисдикции там деньги тоже идут громадные и так как это на офшорной зоне зарегистрировано то дилинговый центр заключает договор уже не на брокерское обслуживание а на дилерское обслуживание и здесь уже возникает дилер и дилер точно так же как и брокер получает информацию от дилингового центра ну просто название другое казалось бы и тоже информация и ноль и ноль и точно так же дилер дает эту информацию клиенту на этом этапе никакой разницы пока нет но смотрите биржа зарегистрирована в нормальной юрисдикции то есть американская биржа это new york stock exchange там nasdaq в чикаго биржа зарегистрирована то есть они на территории страны зарегистрированы и имеют лицензию и биржа брокерский договор когда заключает что она делает она брокер тоже зарегистрирован кстати всегда тоже в той же юрисдикции где и биржа то есть если биржа американская то и брокер ну должен быть либо американский либо должен ну как-то сертифицированной в америке быть вот и и что дает при заключении договора вот здесь принципиальная разница становится при заключении брокерского договора биржа биржа подключается к этому брокеру ну как бы в качестве клиента то есть она сначала проверяет если у брокера в наличии технические средства для того чтобы ну передавать сигналы подключаться и она подключается вот к этому к выходному сигналу в качестве клиента и получает этот сигнал и биржа посылает сюда же свой сигнал и смотрите биржа сравнивает эти два сигнала тот который она посылает брокеру и тот который брокер посылает клиентам и здесь идет стопроцентная гарантия то есть и вся информация жестко контролируется чтобы ничего не было упущено поэтому когда мы заключаем брокера с брокером договор то то у нас есть стопроцентная гарантия что и 0 равно и 1 теперь что касается дилера ну так как дилинговый центр находится где-то на Каймановых островах в офшорной зоне дилеры как правило тоже зарегистрированы вне той страны в которой они работают то есть тоже в офшорной зоне как правило и здесь дилинговый центр не контролирует что дилер посылает клиенту поэтому когда заключается договор на дилинговое обслуживание то и 0 вообще говоря равно или не равно 1 и 1 это знак огромного вопроса почему потому что нет никакого контроля нет никакого контроля между тем какой сигнал дает дилер клиенту и какой он получает но это еще не все с дилером заключить договор намного проще потому что дилеру не надо получать вот этот вот пруф не надо получать лицензию вот и дилер точно так же как и брокер когда заключает договор на дилерское обслуживание он работает за комиссию точно так же как и брокер и дилер точно так же как и брокер может предоставлять абсолютно железно вот кредитное плечо своим клиентам но смотрите брокер зарегистрирован в той юрисдикции и поэтому он так сказать деятельность брокерская лицензируется это очень сложно подключиться к бирже то есть стать в качестве брокера потому что брокер должен показать свой капитал огромный достаточно он его должен вот показать он есть и как я уже говорил в предыдущем видео брокер все сделки осуществляет на свои средства и после того как сделка осуществлена только после этого средства клиента средства списываются со счета клиента и брокер физически не имеет возможность до совершения сделок но прикоснуться вот к счету клиента и так как брокер получает лицензию от центробанка ну в нашем случае то центробанк жестко контролирует вот это условие тоже то есть мы когда посылаем деньги брокеру мы можем послать их только на свой лицевой счет никуда иначе они не могут попасть и это контролирует центробанк так чтобы деньги попали на наш лицевой счет в случае дилера все происходит абсолютно аналогично тоже деньги попадают на лицевой счет клиента но это не контролируется ни кем и поэтому вот когда вы разговариваете там есть очень много дилеров но в принципе они работают нормально как правило но есть так называемые кухни кухни что это такое это люди которые ну подключаются каким-то образом вот к этому потоку информации либо дилингового центра вот ну хорошо можно и так подключиться можно в качестве клиента сюда подключиться и транслировать дальше другим клиентам я не знаю как они это делают но вообще говоря они дают информацию своим клиентам эта информация может слегка отличаться и ноль может не быть и один это очень важно и если это кухня то ну во первых никто не проверяет а во вторых если это кухня то в общем ну сейчас объясню чуть дальше смотрите вроде бы ну ничего такого пока ну то есть как он может отличаться то вообще говоря и то вы заключаете сделку например да вы говорите я хочу значит купить валюту например да потому что у дилеров как правило дилеры работают на рынке for x это дельминговые центры как правило это рынок for x Там сейчас они говорят, есть уже активы, есть акции, есть фьючерсы и так далее. Но все равно это производные активы, все равно это рынок Форекс. Вы заключаете какую-то сделку, вы ставите там, например, стоп-заявку. Хотите, чтобы курс пошел вверх, например, да? Вот, вы ждете этого, что курс пойдет вверх. Но когда дилер, например, смотрит, да, ну скажем, вы хотите вывести деньги, например, или еще что-то. То там вдруг появляется такая, бам, значит, ситуация, что цена резко дернулась вниз, а потом вверх пошла. И когда цена дернулась вниз, вы получаете бешеные убытки. А у дилеров, как правило, плечо кредитное, про которое я говорил в прошлом видео, у дилеров плечо не 1 к 10. То есть 1 к 10 вы, так сказать, редко сможете выторговать плечо. А там 1 к 100, это обычно, это очень мало считается, потому что обычное плечо 1 к 1000. И поэтому, если цена упала на актив, который вы купили, на 0,1%, умножаем на 1000, то ваш депозит, ваши деньги упали на 100%, потому что плечо умножаем на 1000. Умножаем на 1000%, соответственно, если цена повысилась на 0,1%, вы получали удвоение своего депозита. Если цена упала на 0,1%, то ваш депозит сливается полностью. Если у брокера срабатывает маржин колл, и там, и там. У брокера маржин колл срабатывает, когда депозит уменьшается на 50%, а у дилера маржин колл, когда 100% слив депозита. И поэтому, когда вы работаете на рынке Форекс, то когда-нибудь цена обязательно упадет на 0,1%. И сколько бы вы не заработали до этого, то ваш депозит по-любому сольется. Что нужно делать? Ну, во-первых, нужно, если вы вдруг попали на рынок Форекс, то, значит, во-первых, берите себе плечо. Во-первых, не надо туда попадать. Если вы туда попали, не надо торговать, а попробуйте сразу вывести деньги. Вот. И это у вас, как бы, получится с большим трудом, хочу вам сказать. Вот. Завести туда деньги нет проблем, сейчас я об этом расскажу. Вот. И если вы начинаете торговать и с плечом, вот с таким, да, ну, в общем, да практически вы обречены. И практически 100% вероятность того, что вы потеряете деньги. И на рынке Форекс можно заработать, но если у вас плечо 1 к 1000, тогда надо вводить туда не 100 долларов, как все вводят, или там 500 долларов, да, ну, а скажем, 2000 долларов минимум. И риск менеджмент какой? Вы начинаете торговать минимальными, минимальными лотами, 0.000, там, 1 лота, то есть вы рискуете, ну, не 100 долларами, а 10 долларами. Тогда получается, что вы внесли, там, 2 тысячи долларов, рискуете 100 долларами, умножаем на 1000, это 100 тысяч, и это уже много. Это уже плечо 1 к 20. То есть, поэтому, чтобы плечо было 1 к 10, надо вносить туда 10 тысяч долларов и торговать при этом на 100 долларов. Причем, надо самостоятельно научиться держать себя в руках. Тогда, когда вы торгуете на 100 долларов, умножаем на 1000, это 100 тысяч долларов, а у вас 10 тысяч долларов, плечо 1 к 10. Ну, в принципе, тогда вы имеете возможность примерно так же, как на бирже, получать деньги, если вы попали на нормального, приличного дилера, а не на кухню. Если вы попали на кухню, то однозначно вы пролетете. Что делают кухни? Кухни регистрируются в качестве дилера. И если дилер, например, да, он берет ваши деньги, и он реально эти деньги ссылает в дилинговые центры, и в дилинговом центре реально происходят сделки. Но если вы разоритесь, зачем это делать? Поэтому, что делают кухни? Кухни подключают вас к демо-счету, дают вам какие-то сигналы, но все равно же вы разоритесь. И просто ждет, пока вы разоритесь. Если вы, значит, там, ну, передумали, начинаете выводить деньги, то дилер вам скажет, что подождите, но по условиям деньги выводятся в течение недели, во-первых, потому что такие условия договора. А во-вторых, посмотрите, какая выгодная сделка. Вы прямо сейчас можете удвоить свой капитал, а вы собираетесь выходить. Вы что? Вот, и, значит, он уговаривает вас сделать какую-то офигительно выгодную сделку, если вы еще не разорились сами. Хотя с вероятностью 96%, скажем, вы уже разорились. Вот, но, значит, он уговаривает вас сделать сделку, и понятно, что, значит, там сигнал проскакивает, который отсекает, который обнуляет ваш депозит. Вот, вы ничего не получите на кухне, потому что кухня, она потому и кухня, потому что, ну, зачем посылать деньги в дилинговые центры, зачем совершать реальные сделки, если все равно клиент разорится, такую сушь достанется мне, считают они. Никто не контролирует эту деятельность, поэтому никто не может проверить, куда посылаются деньги реально. Здесь нет лицензии, Центробанк ничего не контролирует. И, собственно говоря, практически всегда происходит слив депозита. Как отличить дилера от брокера? Ну, прежде всего, да, во-первых, дилеры очень назойливы сразу, то есть, как бы, они начинают вам звонить, вы хотели там сказать, давайте, вы там получите бешеную прибыль. И первый знак отличия, дилер говорит, вы прямо сейчас за компьютером наберите вот такой адрес. Вы набираете, зарегистрируетесь там, нажмите кнопку регистрация, вы зарегистрировались. Дальше нажимаете кнопку пополнить счет, то есть, у вас счет уже открыт, дилерский договор уже открыт. Пополнить счет, введите номер своей, там, кредитной карты, можно в кредит, можно с кредитной карты, можно с депозитной, пожалуйста, вы вводите. Предельно все просто, вы вводите номер кредитной карты, счет пополняется, все. Что с брокером? У брокера так не получится никогда, потому что брокер скажет, да, зайдите на наш сайт, нажмите кнопку «Зарегистрироваться», у вас выскочит анкета. И эта анкета будет достаточно подробная. Дилер у вас никогда не спросит паспортные данные на момент регистрации. Брокер спрашивает все данные на момент регистрации. Брокер у вас просто, фамилия, имя, отчество, адрес, серия номер паспорта обязательно, ИНН спросит у вас. И брокер у вас, после того, как вы все это сообщили, с НИЛС, вы должны будете брокеру скинуть сканы этих документов. И брокер очень сильно будет придираться к этим документам, потому что скажет, печать неразличимая. Почему он это делает? Потому что к нему придет Центробанк проверять, а какие документы вы приняли при заключении договора. Не дай бог там печать неразличимая. Этот договор будет признан недействительным, и брокер, так сказать, там бешеные штрафы. Дилеру никто не придет, пожалуйста, заключайте договор, переводите деньги. Деньги поступают на лицевой счет клиента. Это жестко контролирует у брокера Центробанк. У дилера никто не контролирует, они могут попасть на лицевой счет клиента, а могут попасть непосредственно уже куда-то еще. Никто не контролирует. Но первая отличительная особенность – регистрация и сразу пополнить счет. У брокера вы никогда счет сразу не пополните, потому что счет после того, как вы предоставили документы, счет регистрируется в течение суток. Брокерский счет. И никаких денег вы сразу не сможете перевести. А деньги вы сможете перевести потом. Я не знаю, какие брокеры, может быть, и предоставляют возможность с карточки пополнить номер брокерского счета, но тот брокер, о котором я говорю, открытие, можно брокерский счет пополнить только банковским переводом. По межбанку. С карты нельзя. Это вроде неудобно, кажется. Но это защита. Теперь дальше. Да, собственно говоря, все. Дальше полная гарантия информации. И так как брокер зарегистрирован в нашей же юрисдикции, мы можем всегда, если у нас есть сомнения, что что-то не так, то мы можем в нормальном нашем суде оспорить все сделки. Если вы попали на дилера, вы тоже можете оспорить все сделки в суде. Но как только вы пойдете в суд, вы обнаружите. Если это кухня, то ваш контрагент исчез. Он не отвечает на звонки, сайт заблокирован и все прочее. И ничего не получится. А он зарегистрирован в офшоре. Его не найдете. Поэтому вторая отличительная черта. Проверьте, где зарегистрирован тот, кто выдает себя за брокера. Потому что дилеры говорят, мы брокеры. Международной биржи. Они никогда не скажут, что они брокеры, дилеры дилингового центра. Ну, как правило, кухня точно не скажет. Существуют нормальные дилеры. Они работают. Если вы все-таки хотите на рынок Форекс. Да, на рынке Форекс там очень легко попасть. Если с брокером там заключается договор, там гражданство смотрят, там ИНМ проверяют, там налоги платятся. У дилера никаких налогов не платится. Вот, гражданство не проверяется, там пофигу, не важно. Вот, собственно говоря, вот так. Но, если вы хотите вывести деньги с брокерского счета, например, или с дилерского счета, то с брокерского счета, когда вы выводите деньги, вы просто вводите свои номер счета в банке, вашего счета, в вашем банке, российском банке. И вы даете заявку на вывод денег, деньги поступают вам. Когда вы хотите вывести деньги у дилера, то вот тут дилер попросит у вас паспорт, прописку, ИНМ. И будет придираться к печати. И будет говорить, что деньги можно вывести только через неделю, а не прямо сейчас, потому что условия такие. И после того, как он зарегистрирует все эти документы, вывести деньги, у брокера вся эта процедура происходит сразу в момент открытия счета. Это еще одно отличие. Нормального брокера от дилера. То есть, вот оно, пожалуйста. То есть, первое отличие – проверяйте, где зарегистрирован. Второе – как ввести туда деньги. Если с карточки и моментально, то, значит, это дилер. Если брокер, он у вас душу вымотает, прежде чем открыть брокерский счет. Ну и, соответственно, при выводе денег там будут проблемы. Вот. Что еще я хочу сказать? Ну, я надеюсь, что я все достаточно доступно объяснил. Существуют ли дилеры нормальные? Да, существует их достаточно много. Вот. И, к сожалению, их очень трудно отличить от кухонь. Но, значит, я могу сказать, что крупнейший дилер, там, скажем, Аль Пари компания, там, Максим Маркетс, Телетрейд, что-то еще есть. Ну, их достаточно много. Форекс-дилеров. Они работают нормально. Если вы все-таки, так сказать, вас угораздило заключить договор с ними, то, ну, наверное, по крайней мере, они не кинут. Они... Вы сами можете разориться. И всякие кухни, там, типа, Трейд 24, Трейд АБЦ, там, АБЦ Трейд. Вот это вот все. То, что вам звонит на Зой или ваочень, скорее всего, это кухни. Почти наверняка. Ну, спросите, где они зарегистрированы. Спросите, с какой биржей они работают. И, собственно говоря, принимайте решение. Я очень надеюсь, что эта информация будет полезна многим. И если вы тоже так считаете, что эта информация полезна, я вас очень прошу поделиться этим видео со своими знакомыми в соцсетях. Расскажите им, что вот так и так, что вот существует это. Если кто-то попал на какую-то... Значит, вот, если кто-то торгует на бирже, вы у него спросите, он торгует на Форексе или на бирже. Если он скажет, а что это такое, у вас дилерский договор и брокерский договор, пожалуйста, поделитесь с ним, с этим человеком этим видео, чтобы он проверил, нормальный договор у него или нет, и просто сделал выводы, потому что это очень важно. Люди теряют деньги. Ну, я скажу честно, я терял деньги, да, но я на Форексе. Я работал с компанией Альпари. Альпари меня ни разу не обмануло. Вот, я потерял деньги сам из-за того, что плечо. Поэтому у меня в этом деле огромный опыт, во-первых. А во-вторых, после того, как я потерял деньги, я логично совершенно... Я потерял много денег. Я логично совершенно пришел на биржу. И почему я занимаюсь сейчас вот этим каналом, потому что я хочу сказать, ребята, идите сразу на биржу. Там надежно. Не идите на Форекс. А куда идти? Я рассказываю, во-первых, на своем канале, во-вторых, как работать на бирже, как зарегистрировать брокерский счет нормально, у нормального брокера, надежного, проверенного, о том, как начать торговать, как войти в этот рынок, как установить биржевой терминал, как на нем работать, чтобы не потерять деньги. Потому что там есть очень масса вещей, которые просто вы сами по глупости сделаете ошибки. И я помогаю людям. Вот только что я помогал человеку, который по ошибке открыл позицию шорт, хотя хотел купить акции Роснефти. И я ему помог это исправить и не потерять деньги. Он потерял там всего 100 рублей. Чтобы не терять дальше, он попал на проценты небольшие. То есть я объясняю, как это делать, как не потерять деньги. Поэтому, если вы хотите зарабатывать нормально на фондовом рынке, пожалуйста, сейчас вы видите ссылку на мой сайт, demetkov.ur.com, биржа для чайников. Там я все совершенно подробнейшим образом объясняю. И там будет кнопочка, ну, сейчас она называется модельный портфель, в ближайшее время я ее исправлю бесплатно. Бесплатный вариант, как открыть брокерский счет, как его пополнить, ну, и как открыть модельный портфель, собственно говоря, который даст вам возможность уже, не имея начальных знаний, начать торговать. Поэтому еще раз спасибо за внимание. Поделитесь этим видео. Поставьте, пожалуйста, лайк. И до встречи. Оставайтесь на моем канале. С вами был Деметков Юрий. Оставайтесь на моем канале.